Добрый день, уважаемые коллеги, представители средств массовой информации. Добро пожаловать на площадку службы центральных коммуникаций. Тема сегодняшней пресс-конференции – повышение прозрачности и предсказуемости сферы недопользования через внедрение международной системы стандартов, отчетности, позапасын полезных ископаемых криску и углеводородного сырья. Бұл тақырып түнерегіндегі толығақпаратты бүгінгі қонақтарымыз береді. Қонақтарымызды таңызсыры өтуге рухсат етіңіздер. Геология және жерқойнау пайдылану комитетінің төрі ағаса Базарбай Қанайулы Нұрабаев. Қазір сейм, геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері, ресурстар мен қорлар туралы бұқаралғы есептіліктен Қазақстандық қауымдастыға занды туғалар бірлестігінің атқарушы директорі Сәуле Бақтияр Қызы Оразаева. Жерқойнау пайдылануыдаға тәуелсізді сарапшылар, Қазір бірлестігінің атқарушы комитетті мүшесі Николай Викторович Еншин. Құрметті қонақтары қош келдіңіздер, Базарбай Қанайуылы алғашқы сөз көзе көзіңізде. Сәлемет сіздері ме құрметті әртпестер, жұрналестер, өзеріңіз білетінде Елбасының 5 институалық реформасы аясында 100 қадамды бектікен болатын, соның үшінде 74-ші қадам пайдалы қазбала қоры жөнде есеп берудің кризкі қалқыралық сандаттар комитетінің жүйесінің еңіз өті арқылы осы жер қойналу пайдалының саласында сапасының және оның мүлдірілігінің болжалымдағын артыру мәселелері алға қойылған бұлатын. Соның аясында осы бейлғы жылы 14-ші маусымда қалқыралық комитеттер кризкі комитеті көшбейлі отырысы Астана қаласында өтті, соған байланысты Қазақстанды 10-ші мүше етінде қабылдады. Ол енді бастапқа айты өттің жағдайыға қарасақ, осы қалқыралық сандарттарды әлемде 9 сандарт бар. Ол ері стандарттардың үшінде Джорг, Австралияны, Канаданы, Сим, және Африкалық, Самрек, Европалық бір тағыда басқа-басқа стандарттар бар. Соның енді 10-ші толқ мүше сұлып Қазақстанды керіп отыр. Ол енді 10-ші толқ мүмітетінің бастапқы талаптарының бірі, біріншіден жағы немелекеттік емес бе коммерциялық, салалық, қарқалық, дәлежеде осы салалық мәселеде есептілікті қалқаралық қаумдастығын құру болатындығын. Ол қазірсей қаумдастығын біз құрдық. Онын соң, тәуелістік сарапшылар кәсіпей бірлестігін құру мәселесі болған. Онында біз оны құрдық. Екі мекеме құрылып, соның жұмыстары жүргілді. Одан бөлік, барлық құжаттарды, норматейтік құжаттардың барлығын Қазақстандық зайынға сай кестендіріп, сол криз кәмітеттің талаптарын біз орындап, сол криз кәмітетінде оны бекіттік. Соның есебінде біз Қазақстан толық мүші бөп болар қабылдады. Ендігі ондағы алдақ мәселелердің бірі, енді пайдалық қазылбар құры есебінің осы өті жөндеге басақ мәселе, ол кешендік инвестицияларда тартуға үлкен себебін тегізеді. Ондағы мұнау әлемдің банкілерге немесе бір жыларға шыққан кезде, оған жағы беретін есебтің ашықтығы, оның жағы болжамының барлық дәлелдегі сол айқындалып, сол жағы инвестерлерге ол түсінекті сандартта жасалынған. Сондықтан да бұл өте керек нәрсе, бүкіл әлемнің бәрліғы банкілер осы криз кәмітетін таныид, сондықтан да осыларының сандарттары мен жасалынған қордың бәрін олар қабылдайды. Және соған тиісті жұмыстар жүргізі отырады. Қор біржісінде, мысалға, компанияр алғашқы аксиларын орналасыра кезде, ұзақ жағы мерсімді, қиын, жағы үлкен қаражат талыпы депін процесторлардың өйтет, Әрине, оның барлығы левер кампайналарға мүмкішілік туат оның жасауға. Кіші кампайналар, оған мүмкішіліктері әрине, оның болмайды. Сондықтан да, мұна кейінгі үншетінші қазан, 2016 жылғы мәліметті алып қарайтын босақ, біздің мұна басаққы мәселе бізде қазақстанда қорбересінін дамытуы. Сол арқылы осы жұмысларды әрмен қарай жандардып жүргізі, оның үшіндегі біржіні бүгінгі таңдаға қалатын босақ, 24 жер қойнауын байданылышылар бүгінгі таңда қазақстан қорбересінінде тіркелген, және сол арқылы инвестийсізі тартып отыр. Одан бөлік, жеті кампайна біздің жер қойнауын байданылышылар жетелдік біржыларда тіркелген. Осы арқылы олар өздерінің жағы инвестийсізілерін сол арқылы тарты отырады. Дәл өзіміздің қазақстандық кәсі орындарды жеке қосыған күргізі үшін біз қазақстандық сандарт қалқаралықта дәржердегі есептемалық сандарттарды бекіттік. Ол қазірсей сандарттары сол арқылы шағын кәсі орындар ол жүмістарды жүйі асыралады. Бұл сандарттарды дайындар кезінде біздің жетелдік сарапшылар және отандық сарапшылар осы біздің геологиялық барлығы жөндегі мекемелердің барлық өкілдері қатысты, сол бірігіп жасадық. Соның есепінен бізде кірескі комитет ол құшаттардың бәні бекіт берді. Қазақстан кампания үшін ендігі мәселе алда тұрған мәселелердің бірі қор бір жасалғыр қазақстандан. Соны осы сандарттар жасап, қазір сейдің білінген сандарттармен есептерді қор есептерін жасап, соны әрмің қарай банкке әлемдік бір жыларға ғарай өткізуін. Одан бөлік осы қазір сеймен тәуелсік сарапшылар қазір бірлестігінің алдында тұрған мәселенің бірі ғоқтыу мәселесі. Үткен неге? Бізде Крисканың талау бойынша комитеттің оның басапқа талабы барлық есепті құзүретті тұлға жасау керек. Ол құзүретті тұлғаны біз қазақстанда дайындауымыз керек. Ол құзүретті тұлғаның барлық жауып кершіліге, оның міндеті, және қандай жауып кершіліктері бар бүкіл жағдайларының бәрі мұна қазір сейдің кодексінде толық жасалынған, және тәуелсік сарапшылар бірлестігінде де құжаттарында толығымен барлық анықталып жасалынған. Сұған байланысты енді біздің алдағы мәселе осы құзүретті тұлғалар корпусын дайындауымыз керек. Оны дайындау үшін осы жергілікті оқы орындарында және мемілікеттік лисензесі бар, емесе мемілікеттік емес оқы орындарында сон дайындау индастыру жүмсуштары жүргізіліп жатыр. Алғашқы семерлердарды біз өткіздік. Ендігі алғашқы осы семерлердарды өткенден кейін қазірге басақ мәселе, осы қазір семерлердарды бірлестігі бірге отырып, жұмыс бақтармарларын, оқу бақтармарларын дайындау керек, бірге отыр оқы орындармен. Сонан соң жағы дипломтарын, сертификаттарын бірігіп мөрілерін басып, қалқаралық дәрежедегі сандартқа сай оқу жүргізіл батыр деген сол дәлілді бақылап өткенден бұтырып керек. Одан бөлік оқыту мәселе жүрінде біздер өзлерінің дестер әр келжімшартта жазылған бір пайыздан кемемес сол оқуға әр жер қойнау пайтынанушылар жібер бұтыргір, өзлерінің мамандарын дайырлып, соған байланысты, неке осы да оқытуды, осы сол келжімшарт шарадағы қаралған мәселелер бойынша оқытармыз деген алда тұрған мәселелер тұр. Одан бөлік есептілік қарқалар осы сараптамалардың жүріндегі бірнеше сарақтар болған, сол жүрінде біз үш семинар өткіздік, және бір кенгес өткіздік, жер қойнауынышы байдаланушыларымен енді әрді қарай осы ғобыст көлімдерінде оны әрман қарай жалғастырамыз деп отырмыз, содан түскен әртүрлі жағы ұсыныстардың барлығым, осы біздің Біздің алдағы тұрған мәселе жүрінде қатты байдалық қазыпалардың бөлік көмірсіздегі шекзаты бар. Соған бәліңсізді біз мақсатты жұмыс топын құрғамыз. Ол жұмыс топы қазір жұмышасы бұжатыр. Одан бөлік біз үспейіп өремесістейміз қазір әлемдегі танымал сандарттардың қалқаралы сандарттардың бірі осы көмірсіздегі шекзатында. Оны көптеген банклар, биржылар таник білет, әрине біздің инвесторлар, шетелдік инвесторлар бар кампанилардың көбісі осы есеппен жүргізі отыры. Сондықтан да біз олармен бірігі отырып, сол үспейіп әлемес, инженерер қауындастығылармен меморандыға қол қойдық, өзі әра түсінік ынтымағы жөнді. Сол арасында қазір жұмыс жасап жатырмыз. Мақсатты жұмы арасында қазіп берді. Соны өзіміздіңді жұмыс жұмыс жұбын қазы қарайды. Одан бөлік Европалық қайтап құрыжене дауын банкі қазқалығы қаранта қауында көшесе қалқы қатқау алғы бірді. Әлтті жұмыс жұмыс жүргіздің қазып жатырмын едір, бір бұларды көріп ертеп тұрды ең жақсы саңрапшылардың қайысы, көйгі Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Должна быть совершенно четкая позиция и понимание как классификации в сфере отчетности, так и требования к лицам, которые эту отчетность оставляют. Что касается обучения, как важнейшего элемента внедрения стандартов Крыска, мы в этом году подписали меморандум с комитетом геологии и разработали модельный меморандум с высшими учебными заведениями, профильными, на базе которых предполагается проводить эти курсы. И для проведения этих программ обучения будут привлекаться компетентные лица, признанные во всем мире эксперты, являющиеся членами признанных зарубежных организаций, что опять же является требованиями к риску. В общем, предстоит большая работа, в которую будем вовлекать не только мы сами, но и вся общественность, которая заинтересована в том, чтобы в сферу недропользования пришли инвестиции. Спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста, следующее слово. Николай Викторович, вам предоставляем. Добрый день, уважаемые журналисты, уважаемые коллеги. Как сейчас предыдущие выступающие сказали, у нас предстоит достаточно серьезная работа. И необходимо признать то, что работа ведется на достаточно конкурентной среде. Для того, чтобы понимать, для чего существует профессиональное объединение независимых экспертов недр, необходимо понимать, что достаточно большое количество профессионалов во всем мире выполняют подобную работу. Мы являемся неотъемлемой частью ассоциации Казарси. И таким образом помогаем в подготовке как самого кодекса, так и непосредственно следим за тем, чтобы этот кодекс исполнялся правильно и с точки зрения международных стандартов КРИРСКО. Не секрет, что на данный момент большинство казахстанских банков хотят видеть отчеты по проектам не только согласно стандартам ГКЗ, но и по международным стандартам. Кодекс Казарси является одним из кодексов КРИРСКО. Он призван унифицировать казахстанскую отчетность и дать возможность готовить отчетность по унифицированным стандартам, которые будут понятны как инвесторам, так и в Казахстане, так и иностранным инвесторам. Таким образом, отпадет необходимость подготовки двойных отчетов для того, чтобы была возможность привлечь деньги, в том числе и внутри Казахстана. В 2015 году параллельно с созданием ассоциации Казарси и разработкой Казахстанского кодекса было создано общественное объединение профессиональных независимых экспертов НЕДР, которое было призвано сформировать Казахстанский институт компетентных лиц. Для чего оно существует, кроме того, как готовить кодекс и следить за его исполнением, это профессиональное развитие специалистов, начиная с самых молодых и заканчивая признанием самых опытных наших экспертов. Если посмотреть на структуру членства, необходимо понимать, что на сегодняшний день существует очень много профессионалов, уже готовых, которые готовят отчетность, которые понимают, что такое отчетность по международным стандартам. И таким образом у нас существуют действительные члены с 20-летним и более опытом. Это требования наших материалов инструктивных. Члены ПАНЭН – это 5 лет опыта и более. Ассоциированные члены – это до 5 лет профессионального опыта. И члены студенты, учащиеся. Таким образом, мы работаем над тем, чтобы, начиная с самого начала, была возможность у людей развиваться, развивать свой профессиональный опыт и становиться более серьезными профессионалами и, в конце концов, становиться компетентными лицами. Что для этого делается? Мы приняли почетными членами ПАНЭН признанных международных экспертов, которые являются руководителем таких организаций, как организации из Соединенных Штатов Америки, Южной Африки, Монголии, Европы. И таким образом, благодаря опыту привлечения такого уровня специалистов, плюс специалистов из казахстанских кадров, мы обязаны сделать следующие шаги по повышению квалификации местного персонала через обучение как в университетах, так и на местах. В принципе, у меня все. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо вам большое за выступление. Хроме этой арт-пестерби, сурактор бюленика Ощемис, мы переходим к блоку вопросов. Есть ли вопросы в рамках темы? Пожалуйста, Казанформ. Практику проведения аукционов по месторождениям в соцсети назвали распродажей Родины. Как вы сами оцениваете эти сделки? И назовите, пожалуйста, сколько месторождений было распродано за последний год? Спасибо. Вообще-то аукцион, он принят в соответствии с законом недропользования, который внесен в 2014 году, он оступил в 2015 году. И там был заложен австралийский метод и аукционы. Первый аукцион состоялся в декабре 2015 года. 38 объектов было передано по аукциону. Передачально была заложена сумма, которая продажа... Цель аукциона какой? Во-первых, прозрачность, простота, потому что такие конкурсы, которые проходят, он долго проводится, различные документы требуются, а здесь никаких документов не нужно. Первое требование – это подписанные бонусы. Поэтому первоначальные намеченные бонусы мы 2-3 раза больше бонус получили. Я думаю, это очень хорошая перспектива. Тем более, в этой участке был аукцион выставлен малоизученный, перспектива мало, который недостаточно был изучен. Поэтому он передан на разведку ряд объектов. И ряд объектов было по добыче передано было. И дальше аукцион еще не проведена. Вот первый аукцион, который был. И потом пилотные проекты по австралийским методам тоже были проведены. Это в первую очередь проблемные вопросы Акмолинской области, это возле Степногорска. Как вы знаете, очень много старателей работает. Поэтому, чтобы узаконить, там австралийский метод внедрено. 4 тысячи блоков выставлено, сегодня 15 контрактов подписано. Это онлайн-режим подписывается в течение пяти дней. А раньше все конкурсные процедуры делились почти год. 540 дней было. Сейчас она сокращена до 25. Поэтому для максимального привлечения инвестиций, я считаю, это нужный, правильный вариант. Спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста, следующий вопрос. Вы в своем докладе сказали, что на зарубежных биржах представлены 7 компаний казахстанских недропользователей компании. И вот я бы хотела у вас узнать, на каких именно международных биржах представлены наши компании? И второй вопрос, какой спрос на их акции? Действительно, на сегодняшний день 7 компаний на зарубежных биржах зарегистрированы. Основным она в лондонских биржах. Они числятся, это основные нефтяники, нефтегазовые отрасли у нас. Ряд крупных компаний есть, которые в лондонской бирже. А национальная компания, Эрдоказмогаз, сегодня он тоже листингуется в Лондоне. И поэтому спрос на сегодняшний день нефтегазовый отрасль достаточно хороший. Поэтому я думаю, что это мало для Казахстана. И внедряя вот этот международный переход стандартов, международный запас, я думаю, что побольше будет это компаний. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Хабар, 24, пожалуйста. В своем докладе вы высказали о развитии рынка юниорских компаний, о совершенствовании рынка. Скажите, пожалуйста, сколько вы ожидаете, насколько сегодня уже работают в Казахстане, какие именно крупные самые? И вот сколько вы еще ожидаете привлечий? Спасибо. Спасибо. Вот цель, от которой сегодня разрабатывается закон, кодекс о недрах и недропользовании, и 75-й шаг, это там написано, что применение лучшей практики права предоставления недропользования. Поэтому это самая лучшая практика, первая, в 15-м году, которая внедрена в законе, это австралийский метод, и мы хотим, чтобы совместно этот австралийский метод внедрить в рамках кодекса. Для этих целей ряд упрощений делается, это предоставление геологической информации, внедрение интерактивной карты и ряд других упрощений, права сферы недропользования, и различные согласования проектов, все технические, экономические согласования проектов, все сегодня исключаются, чтобы наиболее больше возможности дать недропользователю, что он сам определял, сам утверждал. И государство должно контролировать листационно-контрактные условия, которые он обязательно брал, чтобы выполнение было своевременной. Для этих целей юниорской компании, естественно, мы только начинаем, в рамках этого закона был пилотный проект запущен, Степаногорск, 15 контрактов подписаны, сегодня они начали работать, мы сейчас через 2-3 года увидим, как они будут развиваться и как будут работать. Мы надеемся, что внедрением кодекса таких юниорских компаний в Казахстане будет больше и развиваться. Малый и средний бизнес – это очень хорошая перспектива для крупных компаний. Для крупных компаний малые участки, малоперспективные участки изучить им невыгодно, а для маленьких компаний, которые маленькими средствами, им для них выгодно. Они разведывают, находят и потом могут перепродать более крупным компаниям. Спасибо. Спасибо вам. Следующий вопрос. Пожалуйста, Казинформ. Казинформ. Вы не могли бы рассказать немного подробнее о деятельности ФОНН? Спасибо. ФОНН. Да, пожалуйста. Профессиональная организация независимых экспертов «Недр» призвана развитию именно компетентных лиц в Казахстане. Вопрос привлечения иностранных консультантов стоит очень остро, потому что они стоят достаточно дорого. И это не секрет. И плюс ко всему понимание казахстанской действительности, оно все-таки получается гораздо более серьезным, если мы привлекаем свои собственные кадры. Но вопрос состоит в том, что наши кадры, они не всегда являются компетентными лицами в зарубежных юрисдикциях и по зарубежным правилам. Таким образом, привлекая наших опытных специалистов, мы их развиваем и учим их работать по международным стандартам. Плюс ко всему, сейчас производится очень серьезная работа с международными кодексами публичной отчетности, которые входят в систему Крирска, относительно взаимного признания. Это первое. Второе. Мы начинаем работу с биржами, начинаем работу с подобными себе организациями, для того, чтобы мы могли, скажем так, взаимно проникновением увеличить количество компетентных лиц, которые имеют возможность работы в Казахстане. Таким образом, будет развиваться серьезная конкуренция этого рынка. Но основная задача – нам необходимо обучить наш казахстанский персонал, начиная от людей, которые собирают информацию на местах, и заканчивая людьми, которые готовят серьезные отчеты, в том числе это будут публичные отчеты, чтобы они могли соответствовать стандартам как Казарси, так и других профессиональных объединений и других кодексов. Это вкратце. Спасибо. Спасибо. Уточняющий вопрос. В Казахстане и раньше были же профессиональные общественные объединения. Они оказались настолько неэффективными и несоответствующими стандартам? Для того, чтобы войти в семейство Крирска, а Панен является частью Крирска вместе в составе Казарси, мы должны понимать, что была проделана огромная работа с тем, чтобы в Казахстане появилось именно профессиональное объединение международного уровня и международного понимания. Кроме того, наши все документы расположены на сайте panen.kz. С ними может ознакомиться каждый профессионал в Казахстане. Таким образом, это и являлось основным требованием Крирска. Первое, чтобы профессиональная организация соответствовала стандартам Крирска, имела дисциплинарные процедуры, начиная от того, что каждое компетентное лицо, несмотря на то, что развивалось достаточно долго, в случае, если допускают ошибку, к нему применяются дисциплинарные процедуры вплоть до исключения. Это очень важные аспекты и дисциплинарных процедур, как таковых, именно международного уровня в текущих профессиональных объединениях их не существует. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова